Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Сегодня мы читаем четвертую главу Евангелия от Матфея на библейском портале экзегет. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Это свое общественное служение Иисус начинает не с того, что он прямо выходит проповедовать, а к тому, что он, с того, что он удаляется в пустыню. И там он 40 дней пребывает в посте. И это, очевидно, очень строгий пост. И пост в древности мог предполагать полное воздержание от воды и пищи. И 40 дней — это было обычное для поста время, такое время полноты. И сейчас у нас Великий пост, он занимает 40 дней. И вот может показаться странным, а в чем смысл? Вот мы постимемся, что мы как-то приблизимся к Богу, Иисус, и так и Сын Божий. Дело в том, что сама миссия, искупительная миссия Иисуса состояла в том, чтобы сделать за нас то, что мы должны были сделать, но провалили. И Иисус проявляет послушание Богу там, где мы проявляем непослушание. И Иисус избирает волю Божию там, где мы выбираем нашу волю, где мы поступаем там, как нам хочется. И Иисус показывает нам пример поста, пример обуздания своего аппетита для начала. И к нему приступает дьявол со своими искушениями. Мы читали третью главу книги «Бытия», и там дьявол, который персонифицирован в образе змея, он совращает прародителей. И тот же дьявол приступает к Иисусу и пытается то же самое сделать по отношению к нему, но происходит нечто обратное. Иисус отражает его атаку, он остается верным отцу. Приступил к нему искуситель и сказал «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни си сделались хлебами». Он же обладает сверхъестественным могуществом, он творит чудеса, и он может использовать это могущество ради того, чтобы решить свою проблему, ради того, чтобы наесться. И Иисус отвечает ему «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Человек должен жить не для того, чтобы удовлетворять какие-то свои потребности, но для того, чтобы служить Богу. И здесь мы видим, как дьявол предлагает Иисусу поставить какие-то его личные нужды, его личные потребности, причем потребности нормальные, понятные, потребность в хлебе выше, чем послушание Богу. И Иисус отказывается. Но нам стоит сказать несколько слов о самой фигуре, там кто такой этот дьявол. «Слово Божие» говорит о том, что мы не единственные разумные существа во Вселенной, Бог создал еще и ангелов, Он их создал раньше, чем нас. Ангелы — это бесплодные духи, обладающие интеллектом и волей. Они, если мы говорим о добрых, хороших ангелах, служат Богу. Ангелы невидимы, мы их не воспринимаем, но они принимают участие в нашей жизни. Они нам помогают, они ведут нас к спасению. Ангелы — это могущественные, прекрасные существа, и когда люди их видят, они приходят в страх и богоговейный трепет. Иногда при слове «ангел» у нас возникают ассоциации с такими младенчиками, с крылышками, которые иногда изображаются на картинах. На самом деле, конечно, это не имеет отношения к Библии, потому что в Библии ангелы, когда люди их видят, когда они делаются видимо, пристают в образе мужей или юношей. Как сказано в одном месте Ветхого Завета, вид его весьма почтенный, как вид ангела Божия. То есть ангелы — это божьи служители, духи, и вот часть ангелов, она против Бога восстала, впали в гордыню, и с тех пор ангелы во главе с дьяволом стремятся погубить человеческий род, разрушить Божие творения и, прежде всего, отношения Бога и человека. Они действуют через соблазн и обман, ну и действуют, конечно же, до сих пор. И Священное Писание, предание Церкви говорит о том, что духовные силы зла, они, увы, реальны. Конечно, были попытки со стороны некоторых богословов неправославных представить дело так, что речь идет о каких-то наших внутренних нехороших импульсах, которые мы вот пытаемся свалить на что-то внешнее. Как иногда популярное выражение вообще есть в английском языке — внутренние демоны. Не то, что буквальные какие-то демоны, а какие-то, может быть, тяжелые воспоминания, какие-то тяжелые привычки, какие-то психиатрические проблемы. Все это там обозначается как внутренние демоны. И, конечно, у человека такие проблемы могут быть, но Священное Писание говорит о том, что падшие духи — это некая, увы, реальность. И Священное Предание это подтверждает, конечно. Люди, которые живут духовной жизнью, которые противостоят дьяволу, они его обнаруживают. И дьявол пытается человека склонить к непослушанию Богу, и он это же самое пытается сделать с Иисусом. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом ты заповедуешь о тебе, на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано, так же не искушай Господа Бога твоего. Что тут делает, собственно, дьявол? Ну, это как ловить на слабо. А слабо тебе там прыгнуть с крыши храма. Ну, ты верующий или кто? Ты веришь, что Бог тебя спасет? Ну, прыгни тогда. Ну, покажи, какая у тебя вера? Если ты веришь, ну, смотри, в Библии написано, там ангелом заповедует. Ты в Библии веришь или как? И мы видим здесь, как дьявол использует Библию. Для него это не является чем-то необычным. Он может использовать Библию для того, чтобы обманывать людей. Какие-то фрагменты, какие-то изъятые из контекста фрагменты. И Христос ему говорит, написано так же не искушай Господа Бога твоего. Ну, что значит искушать Господа Бога? Мы понимаем, что это значит совершать какие-то безрассудные греховные поступки и рассчитывать на Бога, что Бог меня обязан избавить от их последствий. Делать что-то безрассудное, и Бог меня спасет. Я читал о трагическом случае, который произошел в Соединенных Штатах. Там была община людей, которые воспринимали слова Господа в Евангелии от Марка, будут брать змей буквально. И они считали, что надо брать змей, да. Они брали ядовитых змей там и выражали свою веру, как им казалось. Ну, кончилось, увы, тем, что этого, значит, самого пастора ядовитая змея укусила, и он мог бы еще спастись, если бы вовремя вызвал скорую, его бы откачали, но не стал этого делать, и он умер. И вот мы понимаем, что человек считал это проявлением веры, но на самом деле это называется искушать Господа, Бога твоего. Когда мы пренебрегаем какими-то разумными необходимыми мерами по защите своей жизни и жизни других людей, когда мы не соблюдаем технику безопасности, думая, что вот Бог нас все равно должен спасти, когда мы пренебрегаем какими-то мерами предосторожности во время морового поветрия, вот все эти действия, когда мы подвергаем себя и других опасностей и думаем, что Бог должен как-то нас спасти от последствий, это и называется искушать Господа, Бога твоего. Когда мы себя безрассудно подвергаем опасности, мы на самом деле или других людей нарушаем заповедь «не убей», и Бог не вознаграждает нарушение заповеди, мы не должны его искушать. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, отойдя от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному, служи. Дьявол берет его на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Вот царство мира – это достаточно понятный образ, потому что всю свою историю различные группы, различные нации, племена сражаются за свое величие. Люди постоянно говорят о величии своей страны, своего племени, и люди к этому величию стремятся. Им кажется, что быть великой державой – это то, к чему стоит стремиться, иногда любой ценой, иногда ценой потери своей жизни, иногда ценой потери своей души. И дьявол приступает к Иисусу именно с этим искушением. «Я могу дать тебе власть над всеми царствами мира». Но иногда говорят, а правда ли, что все царства мира действительно принадлежат дьяволу? Нет. Нет, конечно, он врет. Он врет, но он предлагает власть в обмен на поклонение Ему. Это напоминает, слава Господа, в другом месте, какая польза человека, если он приобретет весь мир и душа своей повредит. Люди часто стремятся к власти или поддерживают стремление к власти других людей, видя в этом что-то желанное. И они часто готовы поклониться дьяволу. Но Иисус говорит, нет, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Что это означает поклоняться только Господу и только Ему служить? Это значит только Его ставить в центр. Наш главный жизненный ориентир — это служить Господу. В мире достаточно много сил и личностей, которые от нас требуют, чтобы мы служили Им. Это могут быть какие-нибудь страшные диктаторы, как это было в 20 веке в самых разных странах. Это могут быть какие-то лидеры культов и сект. И они будут требовать от нас поклонения. Но мы можем поклоняться только Богу. Но бывает иногда, что человек поклоняется не Богу, а, скажем, успеху или богатству. Главная цель в жизни, как сказал Стив Джобс, стать самым богатым покойником на кладбище. И тогда уже человек не поклоняется Богу, он поклоняется богатству. Или добиться успеха, известности, знаменитости. Тогда человек поклоняется не Богу, он поклоняется этому самому успеху. И Христос говорит Господу Богу Твоему, поклоняйся, Ему одному служи. Тогда оставляет Его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. Там, где мы падаем, там, где мы следуем ухищрениям лукавого, Иисус лукавого отражает. Он отражает Его, каким образом? Словом Божиим. Дьявол пытается Его атаковать, превратное истолковывая Слово Божие, но Иисус отражает Его, предлагая свою истинную интерпретацию Библии. «Услышав же, что Иоанн, отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Кабернауме Приморском, в пределах Завуоновых и Неффалимовых, да сбудется реченная через пророка Исаию, который говорит, «Земля Завуонова и земля Неффалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и мы можем вспомнить, что в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, «Да коли я в мире, я свет миру». И вот этот свет – это сам Иисус. С того времени Иисус начал проповедовать и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть пройдя через это испытание в пустыне, он выходит и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Приблизилось водычество Бога, как мы могли бы сказать. «Покайтесь, обратитесь, перемените свою жизнь, перемените свои жизненные восстановки, перемените свои жизненные ориентиры. У всех людей есть какие-то основания, на которых они строят свою жизнь, что-то для них важное. И они иногда не проговариваются вслух, а люди просто живут, как им живется. На самом деле эти основания всегда есть. И Иисус призывает нас, чтобы мы задумались, на чем мы строим нашу жизнь. Вот приблизилось Царство Небесное. Бог приходит для того, чтобы воцариться в нашем мире. Как мы будем на это реагировать? И это Царство приблизилось в лице Иисуса Христа. Иисус Христос есть тот Царь, который является владыкой в этом Царстве. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас в овцами человеков. Они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, водкой с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, призвал их. И они, тотчас оставив водкой отца своего, последовали за ним. Здесь мы читаем о призвании апостолов. Апостолы — это люди, которых избрал сам Христос, и которых он избрал в качестве людей, которые будут продолжать его дело. Это люди, которых он избрал, они не сами напросились, но мы видим здесь это слово «точес». «Тотчас», они попросили время на размышления, они отозвались немедленно. Вот у них было какое-то дело, они были рыболовы, они занимались рыбной ловлей своей, и когда Господь их позвал, они не стали приходить в какие-то долгие раздумья, они немедленно, тотчас за ним последовали. И в библейском описании обращения к Богу всегда используется, всегда есть вот этот момент поспешности, потому что правильные вещи, их нужно делать тотчас, их надо делать сразу, потому что иначе приступит дьявол, приступит наша собственная ленивая плоть, и мы этого так и не сделаем. Какое-то доброе дело, когда мы, если мы его отложили, вероятность того, что мы его вообще свершим, она стремится к нулю. Мы должны действовать тотчас. И когда человек понял, что он согрешил, покаяние — это то, что он должен совершать тотчас. И когда человек приходит к осознанию истины Евангелия, обращение — это то, что должно произойти тотчас. То есть человек не должен думать, что «а вот там, не знаю, на пенсию выйду, вот тогда я покаюсь, буду в церковь ходить, буду жить церковной жизнью, пока мне не досуга». Нет, то покаяние, которое у нас призывает Библия, оно всегда немедленно, оно всегда прямо сейчас, оно всегда тотчас. Потому что если мы откладываем, чем дальше мы откладываем, тем труднее это сделать. И Бог всегда примет покаяние человека. Всегда человек может прожить долгую беспутную жизнь и в возрасте 90 лет или 100 лет, до скольки он доживет, покаяться незадолго до смерти. Бог его примет. Но чем дольше человек откладывает покаяние, тем труднее ему это сделать. Чем больше он коснеет в грехе, тем больше он сам застывает в этом грехе. Так бывает, что какие-то неприятные черты характера, какие-то грехи, которые у человека были, они все более и более усиливаются к старости. И он уже не может из этого выскочить, как будто твердеющий бетон. Пока он не затвердел, из него можно вылезти. Чем дальше он твердеет, тем труднее, а потом уже это становится невозможным. Поэтому покаяние это то, что должно совершаться тотчас. Если вы залипли ногами в застывающий бетон, вы не должны думать, может, я вылезу из этого бетона попозже, мне сейчас как-то лень, недосуг. Чем дальше, тем будет хуже. Нужно немедленно уносить ноги. И вот обращение к Богу, оно происходит тотчас. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошиванием слух по всей Сирии приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и унатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Дестиградии, Иерусалима, и Иудея, и Иза, и Ордана». Исцеления, которые совершает Иисус, они являются определенного рода знамениями. Они показывают, что Царство Божие, в котором человек будет освобожден от бремени греха и его последствий, оно присутствует здесь, в лице Иисуса Христа. Все чудеса, которые мы встречаем в Евангелии, резко отличаются от чудес, которые мы встречаем уже даже в апокрифических Евангелиях, и тем более в каких-то языческих текстах, которые рассказывают о каких-то удивительных деяниях чудотворцев. Эти чудеса всегда чудеса милосердия. Иисус не показывает чудеса, чтобы показать, какой Он сильный. Он тем более никогда не совершает каких-то мстительных чудес для того, чтобы кому-то покарать, для того, чтобы оторвать голову кому-то, кто проявил непочтение. Нет. Чудеса, которые мы видим в Евангелии, это всегда чудеса милосердия. Мы с вами читали четвертую главу Евангелия от Матфея на библейском портале «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!